Давайте для начала, для начала, ребят, я, я, я вам скажу так, смотрите, я полностью сидел, где-то примерно час потратил, чтобы разобрать полностью весь трейлер Standoff 2, полностью, перевел все фразы, которые там есть, все, я просто все там ставил на паузу, переводил и так далее, и прямо сейчас я вам подробно все покажу, подробно прям, давайте поставим, давайте уберем звук, возьмем, ребята, трейлер, наш, да, и сейчас, ребята, сейчас я подробно вам покажу все и переведу для тех, кто еще не переводил, начнем, наверное, сразу с самого начала, здесь, короче, вот, здесь мы видим сразу же, ребята, надпись, которую многие даже с вами не переводили, и многие даже не знали, что это отсылка, короче, короче, перевод вот этой надписи является The Case of Biological Protective Kids Lost Year Ago, это переводится как биологический, набор биологических защитных наборов потерян около года назад, то есть, как вы поняли, из этого трейлера ведется расследование, ведется расследование, то есть, контртеррористы, скорее всего, ведут расследование, ведут расследование по поводу этих террористов, То есть, террористы что-то украли, конкретно, они украли биологические защитные наборы, потерянные они были год назад Написано, 5 kids are missing, то есть, 5 комплектов отсутствует, то есть, ровно 5 комплектов биологического оружия, как там написано, биологически защитных наборов, то есть, это армор и так далее, все это было похищено, то есть, это нам разработчики намекают на то, что ровно 5 человек похитили это все, то есть, это было 5 террористов, и они похитили Здесь написано, the terrorist group are working, и дальше мы не видим нашего слова, потом мы попробуем с вами его рассмотреть, но здесь написано, что группа террористов работала, и над чем-то, видимо, она работала, короче, это отсылка к новому, к новой, к новой, ребят, к новому режиму Я вам попозже расскажу про этот режим, я думаю, мы уже все так, такие, господи, что за режим? Это отсылка к новому режиму, то есть, террористы работали над какой-то операцией, а эта операция, это и есть режим новый Также здесь есть лидер, вот это очень важная отсылка по поводу лидера, возможно, это моя личная догадка, будет в каждой команде теперь в стенд-оффе лидер, то есть, человек, который будет отвечать за команду, то есть, кикать команду и так далее У него будут все полномочия, это лично мое предположение, и вот это вот, видите, написано, это отсылка, лидер вопрос, то есть, здесь будет чел, который будет лидером Возможно, это будет только в этой операции, то есть, только в этой теме будет этот лидер, а так, возможно, никаких других не будет лидера, вот Дальше, смотрим с вами дальше, ребята Дальше мы сразу Сразу, ну это понятно, я думаю, что здесь обсуждать, но самое главное, заметьте факт, заметьте Здесь видно карта, полностью карта, это переделанная карта Многие пишут ограбление, ребят, я спешу вас огорчить Это, возможно, даже не ограбление В общем, мы сейчас поговорим про это Мы сейчас поговорим с вами про новый режим Видно карта, да, вы видите эту карту, ребят, вы видите здесь все Это сверху все видно Здесь, как вы поняли, это карта, короче, это карта зоны 9, понятно, я думаю, и все это сверху Почему снято сверху? Потому что, видимо, это ведется расследование Спецназ ведет расследование за этими террористами И террористы, ребята, будут выполнять роль спецназовцев в этом режиме Это мое личное предположение, я вам расскажу сейчас, все по полочкам разложу Также мы здесь видим атомный реактор Атомный реактор какой-то, или что-то типа такого Что-то типа атомного реактора слева у нас здесь видно, да? Вот Вот, да, вот он видит И сразу рядом с атомным реактором вы видите чела Это человек, это чел, это террорист То есть, это также отсылка, отсылка, ребята, к тому, что это будет какая-то контрольная, важная точка в этой всей операции Вот Дальше идем То есть, запомните, самое главное, запомните этот реактор Запомните просто его Ну, здесь, давайте сейчас еще раз отмотаем чуть назад Посмотрим Здесь мы пропустили Вот многие, наверное, не заметили Вот здесь еще вот этого челика Это тоже, тоже очень интересно Скин полностью показывает его Здесь видно, понятно, что написано зона деми Да, это все, это, это все элементарно Все это мы посмотрели То есть, здесь три скрина Один из которых два раза повторяется почему-то Либо это два брата-близнеца, еще раз повторяюсь Это, это все, это все нам неинтересно Дальше, дальше самое интересное Нам, нам второй раз показывают этот реактор И здесь написано Фрагментейшн гранейс are allowed to use Короче, что это, что это значит Перевод таков Осколочные гранаты разрешено использовать То есть, здесь ясно, ясно дают вам понять Что здесь штурмуют террористов Штурмуют контртеррористы То есть, спецназ штурмует именно террористов И они разрешают использовать гранаты для штурма То есть, скорее всего, в этом новом режиме Будет выполнять роль Террористы будут выполнять роль спецназовцев Они будут вот здесь, около этого атомного реактора Скорее всего, а спецназовцы, в свою очередь Будут, наоборот, выполнять роль террористов Штурмовать это место И будут они, ребята, здесь Собственно, как бы захватывать это место И не давать террористам Взорвать этот плейс То есть, это место Но это еще не все Это еще не все Это еще даже маленькая часть того Что я хотел вам рассказать Просто напишите плюсик Если вы готовы узнать, что это за Собственно, режим Дальше смотрим Здесь мы видим надпись Так Надпись очень размытая В общем, как я понял Эта надпись значит, что Система запущена То есть, запущена эта система И она готова Вот эта вот система готова уже, собственно Ко всему этому То есть, система запущена Дальше, понятное дело Здесь, к сожалению, у нас Никак Я пересматривал Я пересматривал раз 10 Я не мог просто никак разглядеть Что вот Вот смотрите Давайте еще раз попробуем Даже, смотрите Вот видите Вот это максимально Как можно Вот я даже отойду Максимально Как можно Разглядеть, что там написано Ничего не понятно Что написано Под этим оружием Но понятное дело Что оружие Это новое Это дробовик Как я говорил в своем видовсе Это дробовик И МП5 Новое оружие Которое, собственно Которое, собственно Здесь И Как бы Рассматривалось Да Все мы это разбираем Дальше Заметим Мне скинули скрин Я сейчас вам покажу Даже Мне скинули скрин Того Как изменилась карта Сейчас я вам этот Скринчанский покажу Сейчас выше прогортаю Вот, собственно Этот скрин Да-да-да Вот я и нашел его Вот мне скинули скрин Что этих проходов Раньше не было То есть посмотрим Как карта изменилась Вот, смотрите Вот этих проходов Как вы видите Короче, вот они Видите Вот эти два прохода Их раньше Говорят, что их раньше Не было То есть вот эти два прохода Вот этот проход Нижний, да Вот И справа проход Который Их Говорят, что раньше Не было Вообще Вообще Не было этих проходов Скорее всего Это полностью Обработана новая карта И, собственно Это нам показывают Эти скринсы Что мы видим Здесь на этой карте Здесь стрелочка Во-первых, скорее всего Вот это У нас есть два варианта Первый вариант Это будет очень интересно, если действительно разработчики Стендоффа так сделали Первый вариант это то, что вот этот Объект желтый Ой, оранжевый точнее объект Это объект, который нужно захватывать То есть это и есть тот объект Который нужно захватывать И вот этот объект Будут захватывать два Отряда, первый отряд вот здесь Будет появляться и второй отряд вот здесь То есть будут делиться КТ На два лагеря Два и три человека Отсюда два человека и отсюда три Это первый вариант Второй же вариант более на правду похож Это наоборот, то есть вся команда Контртеррористов будет появляться вот здесь Вот здесь будет появляться И они будут захватывать вот эти две точки Но, но Здесь еще у нас есть стрелочка Очень интересно Вот очень интересная стрелочка Она здесь показывает Также здесь мы видим эту машину Машину, вот она, видите, вот эта машинка То есть это видно Видно, что вот это все Вот это все Вот это вот, ребята Это сама карта Именно снаружи А вот это уже здание идет Вот это здание внутри Вот это здание снаружи, ребят И вот здесь вот, это выход из этого здания Также здесь Отобразили, ребята, вот он, вот он реактор Видите, вот этот реактор Здесь отображается, скорее всего Здесь будет защищать Этот реактор, и самое главное Что этот реактор очень Я потом вам расскажу, что с этим реактором Связано, дальше смотрим Дальше мы Конечно же А, и самое интересное Вы готовы услышать? Просто готовы? Сейчас мы разберем И сейчас вам самое интересное Расскажу, просто вы готовы это услышать Вот, короче, здесь мы Видим, понятно, МП5 Возможно Либо это П-350 Либо 5-7, либо какой-то Новый ган, да, вот у этого Чела Дальше, видим АКРочку И дробовик, скорее всего, новый, да Новый дробовик и новый скин на АКР Это нам покажет, что Два новых оружия МП5 Дробовик Возможно, новый пистолет А, возможно, это старый И АКР Вы готовы услышать новую тему, ребят? Короче Так, короче, пацаны Смотрите Внимательно вслушайтесь Вслушайтесь внимательно Что здесь говорят Во-первых Давайте даже две фразы вам включу Вслушайтесь внимательно В эти фразы Я промолчу Вы послушайте Мы выслеживали этих сволочей Семь месяцев Теперь здесь слушайте Еще раз слушайте Короче Поняли? Я думаю Вы поняли сейчас Или не поняли Что происходит Поняли или нет, пацаны? Отсылочку Поняли или не поняли, а? Сейчас даже вам покажу Еще Так Покажу вам еще Вот эти темы Да Да Короче Рация Слушайте Еще раз Слушайте внимательно То есть Здесь С самого начала Человек Разговаривает По рации Он Разговаривает По рации Говорит Мы выслеживали Эти слова Ну, короче По рации Передает все это Это С самого начала Он все это передает По рации Все нам То, что рассказывали Это он передает По рации Дальше Вот здесь вот Вот здесь вот Слышно Конкретно Как чел Начинает Говорить по рации Готовный То есть Он сообщает Своей команде О готовности Это еще одна Отсылка к тому Что возможно Будет один человек Один человек Вот этот лидер Смотрите Видите Лидер Вот он Где он Вот он Лидер Да, видите Лидер Будет возможно Один лидер Один щел Один лидер Который будет отвечать За все это За все это И будет, короче Этот лидер, ребята Всем давать указания Это еще одна отсылка Возможно К тому Что будет В стенд-оффе Один щел Который будет являться Лидером команды То есть Главой команды И вот здесь отсылочка идет Слушайте внимательно Еще раз То есть он говорит Подает по рации Пацанам своим Ребята Подает по рации О том Что противник Ворвался на зону Объекта И говорит Прием Пацаны Прием То есть Здесь рация Ребята Это прямая Отсылка К тому Что возможно Добавят Голосовой Чат Стенд-офф 2 И это еще не все Отсылки Голосовому чату Присмотритесь Внимательно На их штаны Ребята Присмотрите Что вы на их штанах Видите Что вы видите На их штанах Я даже вам Обведу Вот у меня есть скрин Я подготовился К трансляции Я вам покажу Скринчанский Вот смотрите Ребята Что вы видите На их штанах Вот это вот То что показано Ребята Это не на попу Показано А конкретно На то что у них Показано Что у них В штанах Ребят Я имею ввиду На штанах Вы поняли Меня ребят Что у них На штанах Висит Это рация Скорее всего Это также Отсылка К тому Что будет Голосовой Чат Ребят Голосовой Чат Будет То есть Вот еще одна Отсылочка К рации Ребят И это Еще не все Короче Самое главное Про то что я хотел Вам сказать Отсылка к рации Я думаю Вы поняли Отсылку К голосовому чату То есть отсылочка к рации Это и есть голосовой чат Это отсылка На то что возможно Добавят голосовой чат Короче Давайте так А теперь Я вам сейчас Скажу Скажу Самую интересную Теорию Про все это Которая скорее всего Мое личное мнение Что это правда То есть скорее всего Это правда И это будет Вам Расскажу вам Про то Какой Будет Новый режим Плюс Садите в чат Влепите Если вы сейчас Все вместе Влепите По лайку Я вам расскажу Про этот режим Давайте Просто влепите По лайку Я рассказываю Про этот режим Пацаны Про новый режим Короче Рассказываю Вот Готовы просто Готовы Влепили по лайку Все Давайте 10к лайков Ребят Нас 10к сидит 10к лайков И я сразу же Рассказываю Про этот новый режим Я думаю Вам Не в напряг А пока, помимо этого, я вам ещё хочу сказать, что я сегодня хочу на этом стриме написать разработчику Stand Off 2. Написать ему и спросить. Здравствуйте, дядя. Здравствуйте, дядя. Так, Данэшн пришёл, сейчас прочитаю, бро, спасибо. Хочу написать разработчику Stand Off 2 и сказать, здравствуйте, дядя. Я тут хотел бы у вас спросить, да, мы с пацанами, у нас тут как бы онлайн 10к человек. Мы хотели бы спросить про обнову, можешь ли нам, пожалуйста, рассказать, что будет за обнова, за обновление, что будет, ребята. Вот, и если, если, я думаю, нам, я думаю, у нас будет шанс узнать, можно, дай, почти большущий топик, пока что ещё нет, пока что погоди. Короче, спрошу разработчика. 10к, всё, набрали, короче, рассказываю, смотрите. Я вам покажу карту, смотрите внимательно. Короче, если вы сегодня будете активны, если все будете ставить лайки, подписываться, ну, проверьте кнопочку подписаться. Если все вместе сейчас бэд слейте на кнопочку подписаться, сразу же, прямо сейчас, пишу разработчику Stand Off 2. Вот, и спрашиваю у него, собственно, спрашиваю, чё там, ребята, как там, ребята, да. Вот, готовы, просмотрите. Смотрим, ребят, смотрим. Чё у нас здесь видно? Видно, ребят? Всем видно карту, правильно? Короче, смотрите. Сейчас видно на карте вот этот реактор. Здесь я вам показывал этот реактор, вот он, вот он этот реактор, вот этот реактор. Недаром его показывают почти 3 раза. То есть, его показали здесь один раз. Его показали вот здесь один раз. Его показали и здесь, ребята Этот реактор И все время нам намекают на этот реактор Так вот, почему именно реактор, подумаете вы? Я долго думал над этой темой Думаю, чего реактор? Да че ж раза бы прицепились к этому гребаному реактору Ну реактор и реактор, ну и что с ним? Я, короче, понял, че это за реактор Я понял, к чему это отсылка, ребят Короче, на самом деле, скорее всего Разработчики, многие говорят, что это Как бы режим обезвреживания или что-то Ну что-то вы писали, да? Но нет, скорее всего это не так Это лично, конечно, мое мнение Но я пошевелил извилинами Которые у меня, слава богу, еще немножко шевелятся Вот, и короче, понял, что это за режим Смотрите, расскажу вам, понятно Реактор, что делают, скорее всего, что террористы делают с реакторами Они их взрывают, понятно, да? Ну реакторы взрывают Но зачем террористам просто так брать и взрывать реактор? Ну зачем им это? Зачем? Ну пришли вы, взрывали реактор И че, какая разница? Ну хрен с ним, да? С этим реактором Ну ладно, зачем? Но я понял, что здесь еще замешаны Не только реактор, не только террористы И не только спецназовцы Здесь еще замешаны заложники Заложники, скорее всего, будут вокруг этого реактора Вокруг него И если этот реактор взрывается То заложники умирают автоматически Вы понимаете это, да? То есть террористы хотят взорвать вместе с реактором еще и заложников И скорее всего, ребята Спецназовцам там, ну не нужно, как бы, чтобы взрывали заложников Заложники самое главное, ребят И спецназовцев будет задание, скорее всего Освободить заложников, помимо спасения реактора То есть, скорее всего У нас будет новый режим Это освобождение заложников Ну либо захват заложников Террористы должны будут захватить заложников и удерживать их Спецназовцы, в свою очередь, должны будут защитить этих заложников А теперь самое интересное, ребята Мне только что написал человек Который готов слить мне прямо на стриме Настоящий скрин нового ножа Вы хотите, чтобы он мне его сли...